Готов историю слушать про царя? Ну давай, давай. История про то, куда, возможно, делся царь. Я смотрел шоу, которое называлось... А как оно называлось? Доминин, по-моему, оно называлось, не джапановское, которое семизвездочное. Я его смотрел в прямом эфире и на сайте taima.tv. И знаешь, кого я в чате на Таиме увидел? А ну-ка. Господина X-TreadX, который очень активно там комментировал и писал по-английски словами. Я ему пишу, Дашков, привет! Он говорит, привет! Вот, мне кажется, человек вместо роу начал другой рестлинг смотреть, причем он очень хорошо английским языком владел в этом чате. Знал такие слова, как, например, winner, не который победитель, а который другой немножко слов, но звучит как winner. Так что, мне кажется, царь-то вот куда переехал. Ну, то есть, да, это, знаешь, как выпустился из старшей школы или там из колледжа пошел во взрослую жизнь. Ну, ты знаешь, каждому в этом направлении свое. Мне кажется, он просто натерпелся. Это тоже. Светой человек все-таки долго терпел. Это безусловно. А тут, понимаешь ли, вот что можно смотреть, где нету Nightjax, например, а есть какой-нибудь там другой человек. Есть там другой человек. Никого не могу придумать. Kenny Omega, например, есть. Ну, ты знаешь, я тебе честно скажу, как раз вот эти вот семизвездочные шоу меня лично как раз окончательно отвратили вот от этих вот, от этой погони за количеством приемов. Ну, вот серьезно. Вот просто, ну, вот нет. Хорошо, это, знаешь, это вот для меня теперь это прям вот наглядная разница, допустим, между, ну, не знаю, фигурное катание и показательный вот балет на льду. Не знаю, какой-нибудь акробатика спортивная и акробатика в цирке. Что если мы гонимся вот непосредственно за показательными выступлениями, то есть вот за чем-то, чтобы люди вот именно посмотреть ради посмотреть, да. Если мы все-таки хотим какого-то спортивного хотя бы сделать вид, что мы какой-то спорт делаем, ну, наверное, все-таки нужно немножечко... А, вот, или, пожалуйста, вот чемпионат мира по футболу, да, или, например, футбольные трюкачи. Это не футбол, это тоже зрелищно. Зрелищно. Это красивые трюки, да. Они умеют чеканить и дриблить лучше, чем большая часть футболистов обычных, среднестатистических, и даже тех, кто участвует в чемпионате мира. Скорее всего, да. Но футбол это нет, это нечто другое. Поэтому каждому свое. Каждый выбирает просто свой путь для развития. И тот факт, что семерочка появилась... Точнее, вернулась в Нью-Джапани вместе с вот теми самыми ребятами, которые продолжают традиции этих японских полутяжей 80-х, начала 90-х, ну, ничего удивительного. Ничего удивительного. Скорость и набор приемов для звездочной системы это всегда было в приоритете. Ну, а мы, так я понимаю, сегодня будем говорить о жесточайшем зрелище, где за звездами совсем не гонятся. Более того, непонятно, зачем гонятся вообще. Обратное количество звезд и приемов в этом шоу было, мне кажется, отрицательное количество. Да. В общем... Как темная сторона Луны. Темная сторона Луны. В общем, если все все правильно поняли, сегодня мы поговорим немножечко про Extreme Rules. Ну что, это VizPlanet.net и мы возрождаем давно забытый жанр, к которому, честно, не очень хотелось возвращаться, просто потому, что вещи перестали того заслуживать. Но вот, тем не менее, сегодня такой повод прям внезапно появился. Это обзор... Ну, шоу показательное такое. Вот мы как раз и выяснили. Есть о чем поговорить. Показательное ей. Но жанр этот называется обзор Pay Per View. Слушай, я прям серьезно полез посмотреть, когда мы последний раз говорили про Pay Per View. Это был Extreme Rules год назад. Это шоу называлось... Который я в Твиттере записывал? Нет, ты записывал да год назад. А, Капот Стала где-то? Капот Стала, да-да-да. Да-да-да, хорошая функция. Там тезис был про эволюцию и дегенерацию игрока. Да, это было сильное. А, ну Королевская битва еще была, январская. Поэтому, да, наверное, все-таки Royal Rumble мы уж оставлять не будем, забывать. Но был еще Money in the Bank, кстати, в прошлом году, который я не слушал. Да, Money in the Bank, который не случился, это факт. В общем, еще, кстати, тем, к тому вдруг стало интересно, почему этот подкаст выходит с таким названием. Честно скажу, последние несколько недель и, наверное, даже месяцев вот лично я сам бьюсь с этими гребанными подкастинговыми сайтами, которые все сошли с ума или хотят денег, или не знают, что хотят. Сейчас же Google подкасты запустили еще свои вот эти агрегаторы. Но все работает как типичный Google. То есть ничего никому не понятно, что, как и куда попадает тоже не ясно. Но теоретически, теоретически что-то, да. Более того, нас туда тоже запроиндексировало. Там великолепный архив SpodFM, там великолепный архив SpodStore, вообще шикарнейший просто. Там даже что-то зацепилось с сайта. Я не знаю, каким образом Google индексирует сайт, но оно там есть. Вот, поэтому в Google подкастах по VSPlanet находится... Мы в iTunes подвернутся. Но серьезно, вот честно скажу, просто вот отношение людей... Я надеюсь, еще в ВКонтакте обещали платформу для подкастов. Да, да. Может быть, что-то там сработает. Но вот честно скажу, отношение вот этой самой псевдо-IT индустрии по отношению к подкастерам меня лично... Оно, в принципе, сводится к нормальному плати и получать. Это понятно, это да. Но никакого... Какой энтузиаст начнет этим заниматься, если сначала по умолчанке ты должен за что-то заплатить, я не знаю. Я по-прежнему придержу... Как ты бизнесмена? По умолчанию, да-да-да, хочешь сразу давай бизнесмена. Абсолютно. Я по-прежнему держу позицию, что если мы что-то делаем, это мы монетизировать будем в самую, наверное, последнюю очередь, просто потому, что это и для нас хобби, и основного какого-то контента мы не генерим, мы обсуждаем и делимся мыслями. Вот. Но в остальном вот так. А еще я сломал свою старую гарнитуру за 300 рублей и уже месяца 4 не могу купить новую. Точнее, даже не то, что не могу, а вся эта ситуация как-то сказывается. В общем, все это очень плавно подводит нас к шоу Extreme Rules, как это ни странно, где очень подобные лично у меня возникают ощущения и данное шоу меня вот в этом лишний раз убедило. Мысль эта и тезис этот звучит так, что руководство WWE сейчас не знает, что делать со своими Pay-Per-View. Помнишь, мы с тобой говорили, не помню, когда это было, когда в Network обсуждали очевидные промежуточные итоги год или два или три назад, где я высказывал тезис, что никакой Network нахрен никому не сдался, пока есть доходы от телевизионных шоу. Вот я прям очень хорошо запомнил этот свой тезис, потому что я был тогда в меньшинстве, кто-то, Лоха у нас был тогда третьим, он тоже за Network был. Ну вот они пришли, миллиарды от Фокса, еще миллиард один прилетит скоро от NBC, ну NBC это материнская компания для USA Network, и собственно говорят, друзья, для чего нужны Pay-Per-View, уже не понимают в самом WWE, а проводить вроде как надо. Более того, это просто феноменальная ситуация возникает, потому что как раз все сейчас затачиваются именно под систему нетворков, вот этих самых онлайн площадок, где есть вот этот свой, не знаю, Netflix или своя база видео, называйте это как хотите, можно это называть Glory YouTube, потому что YouTube тоже такую опцию предлагает, то есть залив туда видео и можешь его закрывать под платный просмотр. Но суть в чем? Суть в том, что когда все крутят свои финансы и бизнес-модели под нетворки, в WWE эту модель исчерпали полностью, почему? Потому что телевидение сейчас находится на такой стадии развития в США, естественно, что нахрен pay-per-view никому не нужны, а вот на бесплатном ТВ это вполне возникнет. Вот такой у меня тезис основной главный, я буду периодически его подтягивать под какие-то матчики, наверное, будем переходить к матчам или тоже предварительно что скажешь? Пришел, можно сказать, ты пришел краем глаза только в режиме очень быстрой прокрутки. Ну тогда как сказать фактуру дадим кто победил Андрада Альмаса. А кстати, там же два матча и у меня абсолютно противоположные мысли и эмоции от обоих. За лучедоров я очень рад. Да, Мне кажется, что и мелкому Альмасу, который совершенно никак не встраиваемый в систему WWE, и для Синкары, который встраиваемый в систему WWE только тем, что он никак в нее не встраиваем, это отличный вариант показать свои возможности. И они реально это смогли сделать. Минут 7 попрыгали, побегали, попадали. И норм. Другое дело, что это никому не надо. Ну кому, подожди, еще раз, кому? Зрителям или кому? Никому, зрителям не надо. Нужно было мейн-эвент, давай будем честны. Ну да, тоже согласен, но там мейн-эвент он ниоткуда возник, в смысле, что в качестве мейн-эвента все, наверное, ждали другого матча. Я тебе скажу, в качестве мейн-эвента каждый ждал свой матч, там было варианта 4. Да, согласен. Поэтому в этом направлении я тебе не скажу, что этот матч прям как-то нужнее, чем все остальные. А вот командный матч со столами, вот это абсолютный просто трэш уровень для галочки. Я знаешь, что вспомнил? Вот прям, я уверен, что есть и другие примеры, но которая команда дебютирует, возвращается или просто появляется в сюжете с новым днем. Я сразу вспомнил, как возрождение в прошлом, или какую-либо же, в прошлом году месили их эту, месили их тележку с сосисками, или с чем-то у них была тележка, я не помню в том году. Вышли такие суровые парни. Да еще не за пару лет до того, датли возвращались именно к новому дню. И, собственно говоря, кто и куда продвинулся, никто никуда не продвинулся. Новый день, все сюжеты, всех участников сюжетов с собой тянет на свой уровень нигде, никак и ни о чем. Это вот, я не знаю, какая-то своя параллельная реальность, вот эти все их Ютубы, все их, не знаю, прочие, чем они еще занимаются? Мне похрен, чем они занимаются. Но Ютубом только Ксавье Вудс занимается. Добра ему счастья. Игровой. Он молодец, все думают, что это молодец Ксавье Вудс. Нет, это молодцы Дабл Даблы, которые дали ему такую раскрутку с нуля, он такого бы ничего не создал. Кстати, это тоже... сначала этим каналом владел до того, даже когда Даблы Даблы попал. Ну, естественно. Ну, раскрутку добавили. Естественно. На нем было по 5 просмотров, но условно говоря, то, что ему разрешается реализовывать свои интересы такого рода, я лично за него рад. Но Креслингу... Ты же Кенни Амега показал, понимаешь? Кенни Амега. И Баксов. Кто эти вообще люди? Но Креслингу это отношение никакого не имеет. Это к разговору о том, что Бузова, если сейчас начнет вести, не знаю, заниматься футболом, у нее будет, на ее игры будут ходить по 100 тысяч человек. Почему? Потому что у нее есть готовая база, которая на бренд заточена. Так и здесь, на Дабл Даблы заточено огромное количество людей. Они могут запускать реалити-шоу, они могут делать эти игровые стримы, они могут делать что угодно. У них есть своя корневая база, куда это показывать. Ну, добра и мы счастье. Но матч, конечно, тоже слабенький. Сцените появились какой-то помпой. Точнее, были сначала промо серьезные, новая команда такая вся страшная. В итоге, еще матч на пришел, и это, по-моему, первый матч, а нет, второй матч в основном ростере, и казалось бы, где они все были. Но зато победили. Стол они сломали. Ну, точно так же, как возвращались и появлялись те же Дадли, те же Ревайвалы, и я уверен, есть еще миллиард других премьеров. Я просто эти вспомнил, например. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше, но, скорее всего, ничего не будет, потому что командный дивизион, вот первый матч основного карта, нам карта показывает, что командный дивизион не нужен никому и незачем ради какого-то секундного хайпа и все. Что-то там развивать, какие-то команды. А команд, кстати, много. Зачем? Зачем? По факту, по факту. Ну, вот нарос сколько команд? Ну, вот мы как раз к чемпионству командному Ро и перейдем. Там, по факту, команд много, а на деле дивизиона нет. Первый матч... Не, ну там Джоббер от них. Ну, какая разница? По факту, это команда, команда. И традиционно в Дабл-Дэ было именно так. Команды существуют для Джоббов. Я не говорю, что дивизион есть, я говорю, что по факту наличие есть, то есть есть, когда придет налоговая служба есть, что предъявить. А по факту ничего. Вот у нас командное чемпионство выиграли кто? Куртис Аксилиус и Бо Даллас. Два Джоббера? Да, абсолютно. Если в командном дивизионе одни Джобберы, рано или поздно Джобберы станут чемпионами. Да. Все логично, все прекрасно. Победили других немножечко Джобберов. Можно сказать, что... Матч отвратительный, кстати, вообще. Просто никакой абсолютно матч, ничего интересного матча не было. Мне не понравился матч. Причем, что... Пейпервью у нас называется Экстрим Рус, а количество обычных матчей безгинниковых по-моему, был даже больше, чем гин. Намного больше. Посчитать. Скорее только единичный случай. Был вот матч с Экстримом со столами, Ну, клетка Экстрима. Большая клетка. Еще одна клетка. Ну, какая еще одна клетка? А ну, все. Айронмен. Ну, Айронмен те еще экстремальные. Я бы засчитал женский матч по экстремальным правилам. Там очень экстремально, да. Клетка и стол и вот три, все. Из 12, считай сам. Ну, получается, так, да, да. Ну, можно считать из 11, потому что один матч там был... побил рекорд по минимальному количеству секунд в матче Джеффа Харди, но мы к нему чуть попозже чередим. А здесь, да, здесь вот... Ладно бы, я готов простить голимый матч за развитие сюжета, но здесь вот видно, что эта джоберская команда проходит точно такой же путь, в который до нее проходили миллиарды других джоберских команд. Индивидуальности у этой джоберской команды нету. Индивидуально... Нет, у них была индивидуальность. Ты что, ты же сам говорил, что мы продаем бренд, у них был бренд, что они очень сильно радуются после победы. Но прикол в том, что они, когда выиграли, они стали чемпионами мира, командными чемпионами мира, лучшей командой в истории мира на текущий момент. Что-то они как-то слабо радовались. Они на ру гораздо сильнее радовались, там, по столам прыгали, друг друга толкали, а тут они, ну да, порадовались, но... Я думал, ты больше скажешь, что у них была личность, у них были эти индивидуальные свойства и качества, когда они были у Миза дружбанами. Нет. Вот там была завязка, завязка на... Там Миз был. Там был Миз, безусловно. Ну, команда, знаешь, этих секьюритей, это гиммик, я от которых все еще очень сильно жду. Там у них была роскошная вот эта вещь, когда, незадолго до того, как Миз ушел от них, когда он рассказывал, что он величайший интерконтинентальный чемпион, круче, чем Мистер Перфик. И это был такой момент, когда можно было их вот бац и моментально двинуть сразу к серьезному какому-то этому, того же, хотя бы пусть и одного Аксилиуса. Но они сделали и слава богу. Харди и Уайт существуют в каком-то своем пространстве, там тоже есть уникальность, Мэтт Харди смеется. Не забывай. А Брей Уайт что делает? Я не знаю, что делает Брей Уайт. 5 лет ходит со свечкой. А Брей Уайт держит свечку, я бы сказал. Держит, да. А год с небольшим назад он был чемпионом мира. Но это так, чтобы никто не забывал. Ну да. Дальше было важное сообщение, о котором стоит сказать как минимум отдельно, просто. Просто сказать отдельно. Да. Что Броку Леснеру выставлено или-или. Либо ты выходишь на... Ультиматум. Ультиматум. Либо... Как Mortal Kombat 3. Либо с тебя... Но там немножечко в другом смысле имеется ввиду Ultimate. Потому что вообще Ultimate это заключитель. Это самый последний. Это как последний воин, который переводится не совсем правильно. Это означает, что вот самая верхушка воина. Ультимативный. Абсолютный. Законченный в плане формирования. Да. Вот. А здесь ультиматум в смысле или-или выбирай... Ну наверное да, это последнее китайское предупреждение тоже. То есть обрати внимание, как Леснеру грамотно слепили гиммик, что он не хочет на Ро. Ведь все реально верят, что Брок Леснер негодяй и он реально ленивый и не хочет на Ро. Но в любом случае ждем его. Я не знаю, когда выйдет подкаст. Мы пишем его перед шоу Ро. Вот. Но так или иначе посмотрим здесь за развитием событий. А дальше у нас события. Дальше у нас вот казалось бы не болит. Ну про промку я еще тебя перебью немножечко скажу. Это же поразительно. Это же мы опять возвращаемся к моменту, когда на пейпер вью, на платном шоу нам рекламируют, что на Ро-то будет еще круче, на Ро будет Брок Леснер на бесплатном по телевизору. А это возвращаемся к тезису. То есть акценты еще сильнее освещаются. Да. Абсолютно. Телевизионное шоу. Блин, я люблю оказываться правым. Вот. Я буду бахвалиться и сидеть на своем виртуальном троне. Но это действительно так. На пейпер вью рекламируют телевизионное шоу. Ну, с другой стороны и слава богу. А вот дальше как раз еще момент, где один человек полностью лишился своего чего-то привлекательного, а другой человек наоборот, казалось бы, находит свою какую-то привлекательность. Это Финн Баллар и Барон Корбин. Баллар, я не знаю, что такое Баллар, я не понимал и не принимаю его, кроме того, что у него был период, когда он был очень хорошим вот этим типичным нью-джаповским полусяжем. Нет, когда он был в нью-джапе. А, еще в нью-джапе. Да. Вот, здесь он не нужен был, да, был год назад он не нужен, был два года назад он не нужен. Это его чемпионство самое отвратительное за всю историю NXT, наверное, не знаю. Ты же тогда еще смотрел. Скажи. Ой, простите, пожалуйста, просто настолько матч интересный, что я даже сейчас спать хочу. Ты сейчас вспомнил его чемпионство в NXT, оно было примерно таким же. В NXT я, к сожалению, не помню, но я бы не сказал, что мне что-то не понравилось. Демон был интересный. То есть, момент выхода. хорошее. Да, да, матч, матч хороший. Там четырехсторонник, я помню, с этим еще был. С кем-то. С, 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 с Тейсоном Кидом. Тогда было интересно, нормально, нет, нет, хорошее. Матчи хорошие были, чемпионство, да, в принципе, в NXT нет такого понятия, как там чемпион, что ходит, делает или еще что-то. Ну, по крайней мере, в те моменты я не припомню такого понятия чемпионства, но нет. Ну, а вот здесь... Когда это было больше подготовительным. Ну, вот там, да, подготовительный, где был 35-летний Балар, 36-летний Рут, 38-летний Джо, вот эти все ребята, которым очень нужно подготовиться. Это уже попозже было. Ну, они примерно... Я все-таки их откладывал в один этот блок пришедших, появившихся. Но суть не в этом. Суть в том, что в этом матче как раз вот это просто винтажное неумение или нежелание задействовать сильные стороны отдельных людей. Здесь просто вбросили двух людей, у которых вроде как продвигается фьюд, о качестве этого фьюда говорить не хочется, потому что он строится на том, что Балар шутит очень смешно над прической Корбина, к которому новая прическа реально идет, и новый внешний вид реально идет. И вот я видел такие сравнения с таким обновленным омоложенным Каином, и это мне кажется забавненько. Другое дело, что это нужно сопровождать другими моментами, что корпоративный персонаж должен как-то опираться на свою эту корпорацию, в которой он находится. Здесь этого нет. Он оперелся в самом начале, он сказал, он прервал Жожо, который там нихринка-анонсер, он говорит, я сам себе представлю, сказал, что он собственноручно выбран Стефани МакМэн и назначен на Болгинском стебле. Шикарный гимминг, согласись, мало того, что Стефани МакМэн нет на шоу, так ее еще и используют как якобы для привлечения внимания и популярности. Это просто настолько винтажный да нехороший момент, просто от которого я не знаю, что мы уже просто не ездим на шоу, но вы нас все равно упомяните, потому что мы это гарантия негатива. Я не знаю, что здесь сказать, матч можно было не включать, просто объявить, кто победит. Матч абсолютно неинтересный. Единственное, что комментаторы очень много говорили, что у Фина Баллера так сказать, как это сказать, дисадвентаж по-русски, нет преимущества, наоборот, у него преимущество. Как это по-русски называется? Недостаток? Ну да, ну скажем так, тогда у Барона Корвина преимущество в весе и в росте, что должно быть разделение на весовые категории в рестлинге, чтобы они на равных бились. А прикол в том, что у нас же есть разделение на весовые категории в рестлинге, да? Ну, есть... Одна передача по вторникам идет. как сказать, верхняя граница, нижней-то нету. Почему тогда Финн Балор не на ту файф лайф? Ну, теоретически... Хотя, мне кажется, его ждет через полгода. Вот давай я сделаю прогноз, прогноз, так сказать, в Вологодске. Что, ну, скажем, безопаснее. До следующей Рестлинг Финн Балор будет на ту файф лайф. Если честно, сомневаюсь, мелковато, плюс, опять же, что будет с этим с 205 шоу, когда Смэк поедет на пятницу, я не знаю. И знать, если честно, не хочу. Но, почему нет? Почему нет? Сейчас модно расхваливать, что он находится на 205, хотя, на мой взгляд, ничего не поменялось. Одни хорошие рестлеры сменились другими хорошими рестлерами. Одни плохие сюжеты сменились другими плохими сюжетами. Удачные моменты сменились новыми удачными моментами. Вот. И что там будет? Не знаю, что там будет. Но вот этих всех ребят от Роллинза с Балором и до совершенно никому не нужных условных Калисто, которые так там находятся, мне кажется, очень... Хидеу и Тайми. Хидеу и Тайми. Бадди Мерфи. Бадди Мерфи. Отлично, да. Почему нет? Пусть возятся. Ладно, дальше началась вот эта схема, которую лично я люблю, которую мне вот... Попрошу, попрошу, перебью. Перед этим была реклама SummerSlam. Так. Реклама SummerSlam это хуже, чем говорящие деньги. Это была реклама SMM-менеджера, знаешь, такого 18-летнего, которого родители устроили куда-то или там он сам как-то устроился, неважно. Потому что реклама SummerSlam включала в себя картинки, картинки с подписями шрифтом Impact. Более того, были анимированные картинки и тоже с подписями стиля Impact, в шрифте Impact. Короче, у них реклама построена на том, что вот интернет продвинутая какая-то реклама. Нет, сложно описать словами, но это выглядело отвратительно. А ты не находишь, что это делается как раз вот подстраивается под вот эти все инстаграмовые и прочие абсолютно бессмысленные, бескреативные и прочую хрень. Да, да, так и делается, но это SummerSlam, блин, это второе по важности шоу года. А у нас реклама как будто, ну что, Рамбл думаешь, важнее? Survivor Series. Вот этот внутри каждого конкретного шоу есть свой мини-сюжет. Это замечательно, это здорово, это делало атитуду атитудой. Вот, здесь этим мини-сюжетом хотели сделать противостояние Хеллноу и Бладжинов, поэтому Кайну сломали ногу. Это было даже потом подтверждено на сайте Double Double, то есть все серьезно. Но до этого матча еще далеко, а на очереди ежегодное мучение на тему подвес мелкого над рингом в клетке, из которой он точно сбежит. Это был бой за женское чемпионство... Так, это какой бренд? Это Смэкдаун. Синего бренда, чемпионство у Кармелы, и, собственно, оно в нее осталось. Аска трижды десятков, наверное, уже призадумалась куда и зачем она приехала, но затем увидела смс-ку из банка и посчитала, что жизнь удалась. Мне здесь нечего сказать. Вот я тоже, если про другие матчи у меня тут записана заметка, то в этом матче у меня пять слов просто написано. Ну-ка. Боюсь читать в прямом эфире. На Б, на Ж и на Х? Ну, на Ж есть слово, есть два слова на П, и есть одно слово, начинается на ЗА. Рифмуйцы надоели. Ну, не совсем рифмуйцы. Рифмуйцы, ну, например, со словом играли. Играли, да. Чего-то игроков. Или пропали. Пропали, да. Так что давай все-таки рифмы поддерживать. Смысл в чем? Смысл в том, что когда... Это тоже, кстати, тренд последних лет. Вот страшно представить. Мы, господи, мы пережили 2012 год. Год, когда казалось, что все просто хуже. Реально некуда. Когда это был реально вот... Даже при том, что был и... Не знаю, и пятый год, и четвертый год, и... Нет, не пишу, что это ладно. Был второй год имени игрока, был шестой какой, или, наверное, седьмой. Даже год. Седьмой год имени Джона Сины. И был девяносто пятый год имени Кевина Нэша. Но 2012 год это был просто годом депрессии. И мы ничего. Мы смотрели шоу, мы делали даже обзоры. Даже Лок приходил. А здесь вот реально возникает ощущение, что, господи, зачем? За что? Ладно, черт с ним. Кармела по-прежнему чемпионка. Главное событие это Джеймс Элсворт, который популярен у интернета, а значит, он должен быть на шоу. У какого интернета он популярен? У вот этих вот, с которыми пытаются заигрывать... Реддит? Не только. Ну, он же, этот самый, товарищ Элсворт, как только вернулся и пошел в Инди Рестлинг, он там сразу стал МЕК-звездой. Ты что? Можно меня удалить из этого интернета? Можно. Я хочу в этом интернете существовать. Вот Шатковский взял, удалился. Молодец. Шатковский взяли. Может быть, он и был единственно прав. Но речь не об этом, потому что мы переходим к матчу, который таки побил вот тот самый рекорд имени Джеффа Харди. Матч за чемпионство США продлился, ну вот, по разным данным, от 6 до 9 секунд. И поверьте, за... как это, заниматься просмотром, для того, чтобы подсчитать вот точное, прям правильное, я сам не планирую и никому не рекомендую. Потому что Джефф Харди получил до матча пинок по яйцам. Оказывается, так можно. Не пинок, а удар, апперкот, я бы даже сказал. Я виноват. Я использовал слово пинок как синоним слова удар, но нужно четко различать, что пинок это все-таки удар на голову. Пинок он, кстати, тоже получил. Вот, вот я как раз к чему и подвел, что он получил и пинок, и назовем это словом панч. Такое модное слово. Именно апперкот. Ну, удар рукой это ну, вообще-то панч это удар именно кулаком. Все правильно. А это прям, да. Феноменал фор арм. Феноменал. Ну, не очень феноменальный, но тем не менее, вы уже заметили, что мы говорим раза в 4 дольше, чем длился этот матч. Ну, как в 4? Раза в 44. В общем, короче, самое смешное было, как Джефф Харди говорил, когда его спросили, ну, что, мы начинаем матч? Он говорит, да давай уже, е-мое, потому что это было, конечно, вот. Бишоффа, правда, не было, который бы вышел и сказал, удержи его. Стинга тоже не было, который орал о игре, хотя мне кажется, что перед, находясь дома, перед экраном телевизора, по которому Стинг однозначно смотрел это шоу, он наверняка воспроизвел весь тот диалог, который происходил после матча на Victory Road 2011 года, причем сам исполнил все в нем роли. И Стинг, естественно, певец, чтобы шутки лучше довести до конца. Ну, первый раз, первый раз, когда я посмотрел, у меня возникло ощущение, что Джефф Харди все болеет, травмы, надо полечиться немножко, отдохнуть. Ну, это объективные вещи, да. Да, но не тут-то было, потому что спустя некоторое время наши комментаторы сообщили нам о том, что Джефф Харди попросил рематч, и причем рематч ближайший вторник, на что Пэтч сказала, я подумал. И опять, нам на Pay Per View показывают какую-то ерундистику, и все это будет решаться. Где? На еженедельнике, да. Я напомню, что несколько недель назад, в начале июня проходила информация о том, что у Харди защемление нервов, это приводит к отсутствию чувствительности в конечностях, то есть, это серьезная проблема, это проблема с нервной системой, с позвоночником, вот, то есть, никаких шуток нет, но опять же, если из Джеффа можно было выжить, точнее, если он решился пойти на один матч, этот матч состоится на бесплатном ТВ, но с другой стороны, ладно. Ну, а после этого вернулся Рэнди Ортон, он по-прежнему крутой хил, он по-прежнему подбирает за всеми все, вот, с пола, причем здесь в прямом смысле он подобрал ноги Харди с пола и вот тот самый удар ногой нанес, Ортон пропустил несколько месяцев по поводу операции, что-то у него с коленом было, мениску сегодня очень, да, мениску все правильно, вот, а Доту Го он был на бэклэш, это всего два месяца назад было с небольшим, но с другой стороны, и ладно, и мы увидим продолжение чудовищного противостояния, кто сильнее бьет по яйцам руками или ногами, а вот дальше в карбе, естественно, нет, в основном там кто попадется, то что AJ Styles мне кажется уже говорит немножечко на несколько тонов выше, но не суть, ладно, переходим к наконец-то еще одному матчу с правилами худобедно претендующими на экстремальность Строман против Оуэнса, это матч в клетке, в котором Кевин Оуэнс показывал и напоминал, что он апологет аттитуда не только на словах, но и на деле. Плани. Он провел Станнер, он в 20-летнюю... В лучшем андеграунде там молодой человек черный, там постоянно Станнеры проводят, ничего, как-то нормально. и побеждает на эпизоде 16-м в 3-м сезоне. Также Оуэнс в 20-летнюю годовщину полета Микафоли воспроизвел практически его полет с высоты клетки на стол комментаторов. Более того... началось из ниоткуда, то есть, грубо говоря, грубо говоря, докопались. На громке перед матчем показали первый момент, это был Money in the Bank, где вот Бронстроман скинул с огромной лестницей сначала Кевина Оуэнса, и все, и продолжал его терроризировать, гонять, убить, переворачивать его машину, и туалеты переворачивать. Переворачивать его туалеты, да, это было ужасно, это было отвратительно. Я не вижу никакого смысла, потому что и никакого противоречия не вижу. Я помню одно шоу, где был назначен несколько сторонник при участии в том числе Стромана и Оуэнса, и Оуэнс ходил тоже, кстати, в режиме того самого мини-сюжета, о значимости которых я не устаю повторять, и если есть плюс, о нем надо сказать, я говорю об этом плюсом, вот, что он как раз подзуживал других участников этого нескольких сторонника объединиться против Стромана, потом разобраться сами. Ну, может быть, может быть, я боюсь сказать, что это однозначно, но предположить мне это никто не запретит, может быть, Строман все еще держит на него тогда обиду, злость, я не знаю. Оуэнс, это один из удачных персонажей, потому что вот он, я не знаю, сам или по указке он очень удачно и симпатично встраивает вот эти вот моменты, от себя тяну такую, знаешь, вот буквально между строчьями. Оуэнс, это персонаж между строчей, я бы вот так сказал. Как бы страшно это ни прозвучало. Как он подлизывался к барону Корбину с новой прической, когда тот, когда у них было вот это вот, дебаты на лестницах, да-да-да. Насколько крутая идея, настолько отвратительно она была реализована в этом году. Но суть не в этом, суть в том, что Оуэнс, не знаю, помнишь, были у некоторых рестлеров в течение предыдущих лет вот эти вот периоды, когда якобы джобами рестлер доказывает свою состоятельность и потом получает пуш к большому титулу. Например, так было с Дэрэ, господи, Амброзу, как зовут, я забыл, Дином Эмброзом. Дином Эмброзом. Так было с несколькими другими рестлерами. Я не помню. Не, ну там он проиграл что-то типа десяток что-ли, пей-пер-вью подряд или даже больше, а потом получил титул. Оуэнс, правда, наоборот, он титул получил почти сразу. Более того, был промежуток времени, когда он, когда у него процент матчей, нет, процент дней с титулом, который он провел в основном ростере, превышал дней без титула количество, раза, наверное, в два, в три. Вот, ну теперь, не знаю, может быть, он этим расплачивается. Может быть, просто действительно нашли вот этот вот момент, что Оуэнс это очень хороший рестлер с очень хорошим опытом. А значит, если нам нужно поставить его в матч какого-нибудь зеленого бесполезного чувака, но против которого нужно хорошо сэрить, у нас есть вот такой вариант. Я бы вот такой не исключал. Момент еще. Но забавно, что Кевин Оуэнс оставил такие серьезные реальные моменты, например, с Финцем Акмэном в прошлом году в КДБД. Именно потому, что человек с опытом. Вот сейчас, вот прыгнуть сначала с лестницы, потом с вершины клетки упасть. Понятно, что там подушки были, сейчас все гораздо безопаснее. И Шейн Макман прыгал еще, когда это не было модно. Максимально опасный спот, но ставят вот Кевина Оуэнса, видимо. Либо хотят его убить, на самом деле, да, может он действительно всем надоел. Отправить на больничный пора, да. Макман думает, а какой отвратительный человек, не хочу его видеть. А он берет и справляет. Но, с другой стороны, можно предположить, что все в порядке. Ну, может еще с ним. Но, зная, как работает Россия 24, вполне, кстати, возможно. Но, тем не менее, вот это, кстати, к разговору об эволюции персонажа, Стром, он просто из ниоткуда из Хила стал Фейсом. Просто из ниоткуда. Ну, с Расселомани. А что на Расселомани было? Этот, кто, как его звали? Николас, командный напарник? Николас, да, да, Ну, так он туда уже подошел Фейсом или Хилом. Разве. Ну, потому что его противники были Хилом, которые над ним издевались. Ну, суть в том, что ему сделали Терн, который в свое время был у Романа Рейнса, но, правда, про то все забывают, ну, в смысле, из Хила стал Фейсом. Про то все забывают, можно начать уже отчет, когда с Романа будут воспринимать, как никому не нужного и бесполезного куска рестлинга. Пока он переворачивает машины, это все нормально. Нет, с Хэнсом поорать. Ну, Рейнс тоже ломал машины, двери и прочие деревяшки. Но, с другой стороны, да, у Стромана пока нет нескольких мейн-ивентов Рассел Мани подряд, вряд ли они ему светят. Но, с другой стороны, возраст ему это позволяет. Ладно, пойдем дальше. Пойдем дальше, да? Ну, да. Нет, ну, концовку еще надо описать, что Брон Строуман не хотел победы. Не хотел победы, абсолютно. Победы, поражение ничего не значит, ужасно. Ужасно. Зачем тогда вообще выходить на матч, если ты не собираешься побеждать? Странно. Да? Ладно, идем дальше. Командный матч за чемпионство Смэкдауна. Все на фоне недостоверных слухов о том, что Дэниел Брайан переподписал контракт. Нет, это не так. Но, тем не менее, вот эти Роун с Харпером тоже никому не нужны. Болтаются в никому не нужных костюмах, с никому не нужными командными титулами. Каин не вышел сразу, потом вышел, но, тем не менее, Валенки. Да, тем не менее, чемпионство отобрать не удалось. Не знаю, вот скажи мне, этот матч продвинул сюжет хотя бы для Дэниела Брайана? Нет, ни для кого ничего не продвинул. Мне единственное, что костюмы нравятся в Ладжет Бразерс, и они друг друга бьют. Они там друг другом проводят бодислем на соперников. Довольно интересно. Выглядит колоритно. Мне кажется, в 2018 году уже и это хорошо. Сюжет? Ну, нету сюжета. Я не понимаю, что происходит с Дэниелом Брайаном. Это такой, как сказать, вот в видеоиграх есть момент в самом конце игры, когда ты проходишь всех боссов заново убиваешь. Вот сейчас такой же попури, видимо, у Дэниела Брайана будет. Вот он с Кейном попытался, потом с Кейном с Мизом попытается, потом Белый выйдут, Айджей. Ну, короче, собрали... Потому что Айджей не будет, будет Айджей Стар. Собрали, может быть, кстати, да. Собрали всю мешанину, и вместо Пейджа будет Даймонд Даллас Пейдж, правильно? Отлично будет. Вот, в общем, суть в чем? Суть в том, что Дэниел Брайан тоже что-то с ним главное, если произойдет, то это будет на еженедельник. Но я лично признаюсь, что в последние пару недель следить за ним достаточно интересно и забавно. Идем дальше, еще один мега-матч. Матч мечта Винса Макмэна, то есть мечта Винса Макмэна из 2007 года против мечты Винса Макмэна из 2017-го, хотел сказать 2017-го, но и 16-го, и 15-го, и 14-го, и 18-го, и я думаю 19-го, 20-го тоже. Вот, Баби Лэшли Юсенов и Бич против Романа Рейнса, кто кому первым проведет Гарпун. Но я тебе так скажу, в отрыве от всего прочего мне понравилось. Два хороших супертяжа. Физически выносливые, могут многое, прыгают высоко, бегают быстро. Мне глубочайше плевать и неинтересно какие у них истории сюжеты, но как посмотреть, да. Не, мальчик неплохой, согласен с тобой. Особенно вот это вот падение, Баби Лэша. Прыжок через Заринг. Прыжок через канаты, он приземлился очень страшно, меня очень напугало, как у него, знаешь, дернулась голова во время приземления, вот, блин, вот мне стало немножечко. Причем он уже не молодой молодой человек. Он не молодой молодой человек. Пукаем, он 42-43 года. Ну, жизнь его помотала. 76-го он года рождения, то есть через... О, слушаю, ему прям сегодня исполняется 42. О, поздравление. Да, поздравление. Ну, сегодня, в смысле, на момент записи подкаста, если, конечно, это достоверная информация. Ну, может, это подарок был на день рождения? Может быть, потому что Баби Лэшли удержала Романа Рейнса. Чисто? Да. В середине ринга? Блин, я не знаю. Вот, я хотел было сказать, что, а вдруг Баби Лэшли идет на самый верх, потому что, потому что ты помнишь, какие были ожидания... Ты не справился, Роман? Ты вспомни, ну, даже не из-за этого. Ты помнишь, какие были ожидания перед возвращением Баби Лэшли? Ну, как, и ожидания, и разного уровня, о том, что якобы прям сразу самый-самый большой фьюд ему готовят. Вас, видимо, не готовили, а чуть-чуть отложили. Ну, не знаю, на матч Леснера с Лэшли, мне кажется, интересно. Ну, мне кажется... ММА. Вот, ты знаешь, вот это было бы очень круто, если бы они сделали реально нормальный обычный матч ММА. Просто сказали, а у нас будет матч по правилам ММА. Вот, не по правилам псевдо-ММА, да? Да, я помню, AJ Styles, это на Абгл, такой матч, в 2008 году. С Фрэнком Тридом, да? Нет. Я просто не понимал, что происходит. И у Курта Энгла был матч против этого Джеффа Джаррета, не забывай, когда Джефф Джаррет был ММАшником. Это было прикольно. Но здесь вот именно нет, потому что вот у Брока Леснера еще имя есть. Ну, блин, я не знаю, потому что этим он, Винс Макмен, очень нагадить. Может, UFC-шником, поэтому он может не решиться. Не знаю. Ну, вот реально. ну там серьезно, на самом деле, там не так просто сделать матч ММА, вот реально ММА, потому что там надо коллегии, стероиды вот эти. Почему Брок Леснера не может, допустим, завтра выйти на ринг UFC? Потому что у него уже было отстранение, а он из-за того, что якобы покинул спорт, и у него вот это вот отстранение кончается только в январе, по-моему, 19-го года. То есть раньше он точно на ринге. И, Митя, вот я тут специально, вот этих деталей я забыл уже, но я и думал, что если этот матч сделать, то его делать на Royal Rumble, почему-то мне подумалось. И если они вдруг поставят в букинг этот матч, плюс опять же, ты меня, конечно, извини, но есть универсальный момент. Не санкционированный матч. Точка. У нас рестлинг. Ребят, у нас рестлинг, но правила ММАшные, понимаешь, да? Ребят, идите и как бы поделитесь в октагоне. Докажите еще, да? В конце концов, в конце концов, Вейдеру и Хансену можно было 20 лет назад, 30 лет назад убивать всех, а вам нельзя. Ну, ничего. Вот, не знаю, но нет, это так было, пофантазировать, а вот, к матчу, если вернуться, вот у Рейнса положение такое, когда его полощут в каком-то в чистилище, что ли, как ты думаешь, ну, поставили на нем уже крест или нет? Нет, конечно. Мне кажется, на этом можно и... Хочется уже, хотелось бы, но, скорее всего... Это сейчас Серкию произнес сразу из 2016 года уже. Хочется, но нет. Это тоже из 2017, но как бы это не меняется. Раз. Один момент, что Роман Рейнс в этом матче, я заметил, использует хильский прием. Он держит дольше пяти в удушающем приеме с канатом. Он бросает Бобби Лэшли в ступени, ступени. Уж не хилтерн же, а? Ты представляешь, какое у него будет сразу культовое поклонение Роману Рейнсу, если... Я не говорю, когда, я говорю, если вдруг он стал бы хилом. А будет второй момент. Помнишь, в 2013 или 2014 году у Джона Сини был режим Redemption. вот я вспоминал, когда он все проиграл, а он вот и вернулся. А тут Роман проиграл на Рассел Манни, проиграл после Рассел Манни, проиграл Happiest Son в Абичу Бобби Лэшли. Все, ждем Редемшина. Тут как бы два варианта у нас. Либо Майн Эвент Рассел Манни, либо титул в Майн Эвенте Рассел Манни. Ну, да, можно и так. Ладно, бог с ними, в смысле, гарпуны у них по-прежнему в порядке, если их нормально проводить. А вот дальше те сходу... Роман Лейтс не провел. Тут уж будем честны. тут кто кого? Посмотрим на Ро, потому что на Ро, наверное, все решится, не на Кейпер Южную. Естественно, что за детский сет. Ладно, а у нас экстремальный матч по экстремальным правилам за экстремальное чемпионство в присутствии экстремальной женщины. Алекса Близ против Найи Джекс и куча всех, кто хотел вмешаться в матч, всем было можно. Ну, на этом моменте я пошел кофе наливать и... Нет, я записал только что, почему Найи Джекс вышел с Натальей, они же там вроде как... Этим вопросом задаются те люди, которые все еще живы. Те, точнее, люди, которые смотрят Ро и все еще живы. Вот так. Поэтому вопрос этот задается давно, никто не понимает, но с другой стороны, давай не будем тоже все-таки недооценивать тот фактор, что можно разные претензии вот предъявлять, да, вот объективно. Можно по-разному ругаться, можно все недостатки видеть, но тот факт, что у человека, который смотрит Double Double и поймет золотую рыбки, ну все-таки это факт. Поэтому... Че ты там вспомнил, что Наталья дружит с Найи Джекс? Да ты бы еще вспомнил, что было в январе 18-го года. А я вспомню, нет, не вспомню. Ро Рамбл был. Через 4 месяца. Да, Ро Рамбл через 4 месяца, Новый год уже. Было 2, кстати, Ро Рамбл в этом году. В общем, в этом моменте, вот в ситуации с женским чемпионством Ро интересен только один момент, хотя он, кстати, реально интересен. Как Ронда будет гоняться за Алексей Близ. С другой стороны... Ногами, наверное? У нас... Как? Ногами? Возможно. С другой стороны, у нас уже был этот момент в этом году, когда Найи Джекс гонял их за Алексей Близ. И это тоже выглядело достаточно забавно. Другое дело, что их матч на Расселмане, казалось бы, должен поставить был точку, а он нет. И тоже фьюд, точнее, не фьюд, а да, фьюд начался, и фейстерн у Найи Джекс начался после того, как несколько недель, месяцев все ржали над кем-то, что ты жирная, над Микки Джеймс, да, а потом вдруг сказала, хильша, хильша, ты жирная, и все, и она стала фейсом. К чертовой матери, к чертовой бабушке, отвратительный матч, Ронда вмешалась в конце, Микки Джеймс умница, которая селит, вот, нетипичным образом, она не умирает в селлинге, да, она вот это, типа, ей так ушатали, что она, ох, ох, йо, вот она реально в таком состоянии, на Микки Джеймса посмотреть забавно. Дальше, наверное, матч, один из, один, не кривясь, да, Русев, лучше матч, Русев, ну, это сейчас, кстати, лучший матч на шоу, это далеко не комплимент, что поделать, потому что, да, потому что претензий к матчу, именно претензий к матчу, например, Харди, Накамура, тоже не было, именно претензий, но ладно, Русев дождался того, что Русев Дэй, это, наконец-таки, пропуск в Майн-Ивент. Ну, это не пропуск, во-первых, не пропуск в Майн-Ивент, ох, да, извини, пропуск к чемпионскому титулу, вот так. Да, а то, что на самом деле нет, но Русев вообще молодец, потому что и матч хороший показал, и постригся, выглядит, кстати, я заметил, что он очень похож сейчас на Дородальмас, если их рядом поставить, прическа, борода вообще идентична. Такое ощущение, что просто у одного Лана, а у другого зеленый ягод. Я хотел сказать, что один, как на 4 на 3 разрешение, да, экрана, а другой, ну, не ажди, а вот растянутая картина, 4 на 3 в 16 дней, как раньше тены на свой ютубовский канал заливали. Растянутые видосы. Ну, и матч-то хороший, на самом деле, очень хороший, и я считаю, что матч с Русевым, у Эджи Стеллза, получился гораздо лучше, чем любой матч с Шинцкина Камурой. Ну, это тоже не особый аргумент, согласись. Ну, скорее всего, наверное, потому, потому что здесь нормально концовка была, и история у матча-то уж была, когда Эджи Стеллз работал над ногой, а нога внезапно понадобилась, чтобы зафиксировать Акаладу. Вот, да. Да, и на ногу, кстати, у Стайлза есть финишер, не будем забывать. Да, Калф Краша. Сложно. Это, кстати, здесь мельком вспомним царя, который из царей вдруг внезапно захотел стать Сёгуном, или Императором. Как раз к моменту одного из недавних матчей, слушай, Омеги против Найта, да, когда Омегу просто несколько, акцентированно, не несколько, а просто акцентированно бросали, швыряли на спину, на затылок, на шею, после чего он моментально вскакивал и проводил приём, поднимая противника на эту самую избитую шею. Просто всё максимально логично, режим включить дополнительную жизнь, или этот самый, как это называлось, блин, в аркадах, Insert Coin to Continue, вот, и слово Continue, блин, это же роскошно было просто. Поэтому, Стайлз и Русиф, я бы сказал, это в этом контексте, будет одним из самых недооцениваемых матчей последнего времени. Тут просто план, у всех занижено в итоге настолько, что окончательно понять, насколько хорош был этот матч, вот, будет исходно сложно. Ну, ещё пару слов про Руссио скажу. Насколько было видно, что человек устал, и ему надоело заниматься рестлингом в начале года, да, и в середине, там, точнее, в период рестлмании, и насколько он сосредоточенным и замотивированным, вышел сейчас, показать хорошую матч. Мне кажется, этого не хватает в WWE. Мотивации? Уже деньги заплачены, да, как бы, денежка всё равно придёт, в любом случае. У Руссио в этом плане вообще всё хорошо, потому что Руссио в Дэй продаётся, фанаты покупают. Ему, в принципе, там может заморачиваться, нет, потому что на дурке может денег заработать, но, большое уважение, моё уважение. Знаешь, недавно видел промо, я не слежу за Нью-Джапаном, вот так прям пристально отслеживая промо, хотя говорят, ну, вот эти вот ребята, которые вчера были за Дина Эмброза, потом против Дина Эмброза, которые сегодня любят Брок и Леснера, завтра не любят Брок и Леснера, сегодня они все любят Нью-Джапан. Короче говоря, у Минору Сузуки была такая промочка на тему того, почему он ненавидит вот эту молодёжную, современную рестлерскую тусовку. И он на такой, на киефейном максимальном уровне своим Минору Сузуковским голосом раскается, говорит, потому что они все, говорит, фанаты, они все вот эти вот поклонники, они всему, кому, всему, точнее, у кого научились, блин, и они расхваливают там своих учителей и прочих, а я, говорит, в рестлинг прихожу, как на работу. Если я плохо здесь что-то сделаю, если у меня не будет титула, я не получу денег. А они что, они проиграли и поднимают друг друге руки и радуются, и ждут кричалку This is awesome. Понятное дело, что я сейчас плохенько её воспроизвёл, кстати, надо будет её в подкаст приложить вниз, эту промочку, приложу, если не забуду. Если вдруг забыл, напомните в комментариях, я обязательно её скину. Но суть в чём, что вот это как раз тот самый момент, что все рестлеры WWE, все рестлеры TNA, все рестлеры Impact'ов и прочих New Japan'ов, они довольны вот этим самым тем, что они уже получают. Мы звёзды. Еее, мы классные. Мы проводим вам приёмы, а вы нам за это хлопаете и скандируете This is awesome. Это мало. Рестлеры перестали быть ориентированными на какой-то ультимативный окончательный успех. По разным причинам, естественно, в разном промоушене, по разным, но тем не менее. И Руси возможно, вот здесь, да, его это торкнуло. И он сказал, идите вы все в пень, я пойду и покажу, что я хочу быть в мейнеринде. Может быть, может быть. Ну и чё, к финалочке. Можешь сказать нечего? Ох, к финалочке. Где тоже люди скандировали и тоже были люди, которые всего уже добились и ничего больше не хотят. И я сейчас говорю не в кейфейбном режиме. Впервые с 2001 года матч за интерконтинентальное чемпионство был в мейн-эвенте. В 2001... Глякофон был в мейн-эвенте. О, это же такой трэш. Но только если в 2001 году интерконтинентальный титул был у игрока и бились они там за все титулы сразу, то есть интерконтинентальное чемпионство было в одном ряду вместе с мировым и с командами, а мировым владел Стив Остин, а командами владели Гробовщик и Каин. Здесь у нас вечный интерконтинентальный Долл Зиглер и вечный не пойми кто Сет Роллинс. Как ты думаешь, Сет Роллинс уже ушел из разряда звезд для вот этих вот ребят, которые смотрят New Japan? Ну, он для других сейчас девушек звезда больше все еще переквалифицировался ну, скорее всего ну, как бы тут нельзя врать, потому что у Сет Роллинса матчи на Ро на основном шоу компании за что они больше денег всего получают у него там хороший матч тут уж ничего не как у Сиглера по большей части у Сиглера я не скажу потому что я как-то вот к нему отношусь как Мизу 5 лет назад относился я его терпеть ненавижу так ты 5 лет назад Зиглера ненавидел что ты мне рассказываешь Зиглера да, скорее всего вот с момента когда Скинг появился вот с этого момента Зиглера очень ненавидел 2000 ну да 14 почти бляха мухом 4 года скоро ну что опять тот момент подкаста когда нужно вспомнить как все быстро пролетело ладно бог с ним а те не кажется что вот здесь ну вот просто вроде бы на бумаге сочетаемость у всех трех включая Дрю Макентайра а на деле этой сочетаемости просто нету вообще никакой ну сложно сказать Роллинс хороший рестлер хороший Зиглер хороший Макентайр хорошо показан ну говорят хорошо я в него по прежнему не верю это все тот же бессмысленный бесполезный просто тюфяк без голоса без харизмы без чего бы то ни было но с новой верой в него раньше в него верил Винс Макмен теперь в него поверил аж сам Долл Зиглер вот сам интернет ну раньше в него верил Винс Макмен и так и так и по сюжету и по реальности сейчас в него по сюжету верит Долл Зиглер по реальности в него верит игрок а значит интернет Потому что игрок не может ошибаться Мне кажется, наоборот, значит игрок Интернет, а значит игрок Потому что интернет не может ошибаться По мнению игрока Хороший момент, надо подумать Надо подумать, потому что что было первичнее Наверное, все-таки, да Его типа псевдопопулярность через всякие Волвы и импакты, которые не было Но которые все-таки есть Ну, короче, не суть, не суть важно Суть в том, что это, знаешь, как берешь Три привлекательные вещи Складываешь в одну корзинку И получается какое-то дерьмо собачье Ну смотри, можно взять Например, мороженое Вот, да, я ждал, соленые огурцы Маринованные, такие хорошие Такие шесть соток И что еще? И запить чем-нибудь Прошу прощения, например Мартини Ну-ка, да, у каждого свое Яблатини, скажем так Да, и получается Как-то, получается Тридцатиминутный Айронмен-матч Во-первых, тридцать минут Но это реально Куром на смену Почему? Нормально Что это за Что это за майн-эвент Пейпер-вью? Ну, понятно, что Пейпер-вью сейчас ничего не значит Но Что это? Ну, тридцать минут Но это реально Выглядит как Как будто бы на Олимпиаде Бежали не марафон А полумарафон Да нормальный По полчаса Айронмены Это нормальная практика Это практика для Телевизионных шоу Когда они не были еще Основным источником заработка Ну, я просто к чему Я к тому, что Да, на час было бы Мощнее, сильнее И прикольнее Но при этом В получасовом Я ничего экстремального Негативного не вижу Но готов понять тех Кто это видит Без проблем А вот Вот тут скорее Знаешь, к чему момент Что львиная доля удержаний А точнее Сколько они там победили 5-4 или 4 5-4, да? 4-4 Нет, я имею ввиду Итого Пятое было в дополнительное время Ну, как бы чемпионат мира по футболу Да, да, да Но суть в чем Что, давай сразу напомним Роллинс повел 3-0 В течение первых 10 минут Затем в течение 7 даже, по-моему, минут Нет, с начала матча Прошло минут 10 Вот между собой, да Не, не, не Первое там 5 минут Второе 7 А потом выбежал этот Большой англичанин Мне показалось Уже минут 10 прошло Затем в дремокинте Ну, пусть будет 10 Не суть важно В чем? Суть в том, что после того Как выскочил большой англичанин Как ты его сейчас назвал В течение, там, не знаю Каких-то 50 секунд Или там полутора минут Долл Зиглер отыграл Эти самые 3 минуты Просто вообще Легко Да Вот Потом, что у нас было Потом он еще одно Дожал четвертое И после этого 15 То есть за полматча За полматча А если посчитать От первого до последнего В этом отрезке Прошло вообще минут 10 Прошло Так, 3-0-4-3 7 удержаний 7 87 с половиной процентов От всех удержаний Затем они бились Еще 15 минут В рамках которых Было 12 с половиной процентов От... Ну почему 12? Надо... Ты от 8 посчитал, да Надо было от 9 по идее Ну не так важно Ну это дополнительное время Да, да, да В общем, к этому Потом вот это вот Восьмое прошло Где-то уже Ближе к концовочке Но Не особо это Ничего не... Реально Ничего никак И никому Потому что В дополнительное время Серии пенальти ждать Никто не стал Они быстренько Все разрешили Вот тот факт Что в первую половину матча Уместили 7 удержаний А остальное На остальное наплевать Че, как Или не думаешь? Ну это Какой-то ленивый Бук Потому что все понимают Что В Ironman матче Все, что было До последних Пяти минут Ничего не важно Потому что Обычно Будет ничья И в последние 5 минут Будет что-то Интересное И важное Это как, допустим Матчи До Двух побед Как-то С тремя удержаниями Когда первые два удержания Ничего не значит А вот на третий Начинается уже серьезный матч Может поэтому Они столько много запихнули Но Матч дерьмо Согласно Ну вот Вот я про это и говорю Что на бумаге Может быть Это выглядело бы еще Неплохо Но по факту Это был какой-то Просто трэш Серьезно Во-первых Мы упустили Очень важный момент Шатковского нет Некому за этим следить Трусы У Дольфа Зиглера Знаешь Что там было написано? А ну-ка Evil Everything is evil Мне кажется Тоже он это Философия какая-то поперла Я не понял Нет Он сидит Просто на это На Таиме И смотрит Нинджапан Видимо Но А аааа Вот этот Опять Парабci Всех все Подводят Ну скорее всего Вот это Написание Допустим Тогда хорошо Трусы Макентайра И как-то Вообще Опустим Ну, нет, это не в опосредованном смысле слова, потому что там тоже выяснится, что он в импактовском тряко выступает. Но я не знаю, я не знаю, я вот честно каждому, вот сейчас в завершающую, как говорят, соплю погнал, как говорят в этих. Я искренне желаю, чтобы реально достойные рестлеры получали достойную, как бы это правильно сказать, оплату своих усилий. То есть, вот ты хороший рестлер, ты получаешь титулы, внимание и все остальное прочее. Ну, здесь не совсем удачный вариант. Думаешь, это больше Дольф Сиглер? Я думаю, вот это то самое отсутствие химии, пресловутой, которую сейчас это словосочетание пихают во все вообще смыслемые и несмыслимые, мыслимые и немыслимые взаимосвязи. Вот, но здесь вот просто, ну вот просто, ну нет, ну не сочетаются они. Давай напомним, ну не напомним, скажем, все, кто смотрел, те однозначно это видели и заметили. Вот то время появлялось, то исчезало. И, конечно, зрители, которые устроили развлечение, просто чем? Потому что они считали от десятки до единицы и крякали, вот как я изображал тогда в Royal Rumble. Это уже гениально. Это очень смешно. Получается, никогда в истории больше не будет Iron Man матча, по крайней мере в W-W. Возможно. Но я очень серьезно смеял. Мне было очень смешно. Это реально смешно, да. Это очень смешно было, потому что вот реально... Особенно было смешно, что происходило вообще в течение этого всего матча. То, что на ринге, это было все неинтересно. Что было за рингом со зрителями, это да, потому что они с самого начала начали делать вот это... Как-то развлекаться, а потом вдоль в зигоне, Гонцигер. Сэтроллиц понял, что что-то тут не ладно. И они даже... Было заметно, как они переговариваются. Нет, ну да-да-да, это уже было потом. Но перед этим он взял инициативу в свои руки и, допустим, удержание с Керп Стопа, второе, которое было... Оно вот как раз вот на 10-секундный момент, они как-то подгадали время, чтобы, ну, они больше не считали. Ну, а потом все равно мы зрители на телевидении считать. Ну, то есть, удержание было на отметке где-то вот за 10 секунд до конца минуты, чтобы зрители не делали свой вот этот вот отчет, а следили за происходящим на ринге и как-то отреагировали на происходящее на ринге. Ну, да. Но потом они продолжили, на самом деле. Потом говорят именно, что это был Пит Данн. Ой, Пит Данн, господи. Как его зовут-то, господи? Человек-то, который находится за кулисами. Ладно, не важно. Часы убрали с Титантрона. Кевин Данн, я тебя понял. Кевин Данн, да, господи. Простите, простите меня за такие слова. Британские. Убрали часы с Титантрона. Зрители что? Зрители начали негодовать. Они запустили кричалку «Fix the clock!» Почините нам часы. После этого они начали считать просто вот подряд. То есть в течение минуты они по три раза отчитывали ради того, чтобы это отчитать. А потом рестлеры на ринге начали переговариваться. Говорят, так нам надо так-то часы. Мы у нас начали вокруг этого построить. Часы вернули. Зрители начали очень сильно радоваться. И потом каждый минут все равно учитывали. Это просто пипец. На самом деле. Мне кажется, это довольно важный момент. Почему? Потому что на одном из прошлых пей-первью зрители уходили. Потому что был мейн-ивент с Романом Рейнсом. Теперь они просто сорвали шоу. При том, что в мейн-ивент поставили людей, за которых зрители по идее должны проголосовать, переживать. А вот смотри. А вот мы здесь приходим, наверное, к основному главному тезису. Вот Double Double потеряли даже формальный контакт с аудиторией. Они не знают, что сделать. Ведь поставили в мейн-ивент кого? Поставили самых, как бы, надежд главных. Надежу и опору. Зигглеры волят. Из-за этого забукали отвратительный матч? Ну, подожди. И показали отвратительный матч. А здесь смотри, мы к чему подходим. Здесь мы подходим к тому, кто, что называется, виноват и что делать. То есть, это типа зрители стали такие плохие, что они отвратительно себя ведут. Или это промоушен и рестлеры, которые не могут ни букинг сделать, ни самим матчем и своими действиями как-то привлечь внимание. Потому что можно до бесконечности винить отвратительных фанатов. Но у рестлеров есть ограниченный контроль над своим поведением во время матча. Они могут там что-то одно поделать, другое поделать. И если вот тот момент, когда удержание было сделано за 10 секунд до окончания минуты, это такой хороший момент. Но в остальном-то, ребят, если вы не можете, вы кто вообще? Нахрена вы здесь нужны? Вопрос. Но деньги-то платят не зрители, деньги платят телеканалы. Деньги платят спонсоры, да. Это тоже момент. Но если мы будем развивать эту идею, мы придем к тому, что сейчас WWE может не делать вообще ничего. Они могут выходить, зачитывать результаты матчей и уходить. Деньги реально уплощены. Потерялась вот эта ниточка, связь, ну как сказать, логичная. Кто на чем зарабатывает, кто от чего получает зарплату, да. Это условно говоря, как мясник, который продает мясо, да, он получает деньги не от продажи мяса. То есть он продолжает изображать и делать вид, что он мясник. Ему свиньи платят за то, что он убивает какие-то другие свиньи. Вот именно. Ему платят на самом деле не свиньи и не покупатели мяса, а ему платит местная радиокомпания, которая почему-то просто захотела, что нужно свою нашлепку на его, не знаю, фартук, в котором он убивает, режет свиней там или что там делает, или не знаю, коров или прочее. Какая-то кровожадная тема в конце пошла. Но суть в том, что вот это порвалась причинно-следственная связь. И вот мой главный какой вывод, который я отсюда себе вижу, сейчас в Double Double не понимают, чего делать дальше. Они видят, что деньги есть и не понимают, что с ними делать. Они видят, что у них есть ресурс, а ресурс богатейший рестлера на контракте в Double Double феноменальный. Но не знают, что с ними делать. Они могут купить любого сценариста, но они не знают, что с ними делать. Я не думаю, что эту проблему решит отдельно Винс Макмен или кто его сменит Винса Макмена. Это слишком глобально, потому что все в рестлинге, абсолютно все в рестлинге заточены на мышление имени Винса Макмена. Есть где-то плюс в одну сторону, есть где-то минус в другую сторону. Но суть в том, что концепция Винса Макмена считается вот той самой ультимативной. И нового никто ничего предлагать не может и не хочет. И все эти Нью Джапаны, все эти импакты и все эти в конечном счете даже, увы, лучи андеграунды заточены под мышление Винса Макмена. Увы. Но посмотрим, что будет дальше. И причем посмотрим, наверное, даже не только в смысле шоу, потому что шоу честно смотреть не хочется. Но еженедельники становятся интереснее Pay Per View. Более того, они становятся значимее Pay Per View. И важнее. И важнее. У меня все. И у меня все. Это был подкаст про экстремальные правила от vizplanet.net. Друзья, если кто-то имеет мысли и желание как-то поучаствовать относительно вот этого технического обеспечения подкастов, любая мысль будет уместна, где хранить, как хранить. Выкладывать на YouTube, рассматривается вариант. Выкладывать аудиофайлом, рассматривается вариант. Но немножечко, как это сказать, чревато подкасты, инфоподкасты. Хостинги не резиновые. Поэтому будут свежие идеи. iTunes тоже рассматривается, но нужна подмога, которая будет обязательно уместной. Вот. Поэтому, если кому-то есть что сказать, обязательно делитесь. Все рассмотрим. И всем будет большое спасибо. Отдельное спасибо тем, кто дождался этого подкаста, тем, кто ждал, тем, кто напишет комментарий. Его подкаст для вас провели Серхио М. Серхио не представились вначале, но можно попрощаться. Все знают и так, мне кажется, как родные. Все знают и так. И злобный Росомаха, друзья, услышимся, увидимся. Не теряйтесь. Очень скоро, кстати. Да, очень скоро. В ближайшее время. Может быть, даже раньше, чем вы думаете. До новых встреч.